С нами Бог, разумейте язицы, и покоряйте ся, яко с нами Бог. Христос воскресе, Владыка, благословите! И хотел бы поделиться, как оно было в вчерашнем просвещении и, как это сказать, в дяконство. И как оно шло? У меня всегда спокойно на душе. Я принимаю, нет таких волнений, быстро уходят все эти мирские, я даже и не думаю, как они там справляются. Просто наставил, поставил, оставил то, что нужно было. И хочется, чтобы больше Богу послужить. Конечно, внутренне еще какие-то чувства, думаю, должен что-то прочувствовать, что-то сделать. Ну, как обычно, исследовал свои чувства, как оно работает, как оно должен прочувствовать. И после посрига, вот это время, когда шла святая служба, святая литургия, где-то к двум, к трем, к трем часам, десяти минут, это по-вашему времени, стоя на коленях, в это время после посвящения я не вставал с коленей. И когда вставал и только падал немножко на корточки, то что-то говорило мне строго всего, поднимайся, поднимался, брал крест и дальше молился. Иисусова молитва, Богородище, начальное, читал немножко Евангелие в это время, опять молился. И где-то вот к трем часам пошли, не знаю, что это такое, но холодный пот, что-то такие чувства, как оно и дуло, и меняло мне, как будто что-то происходило, что-то невероятное. И я падал от этих волнений на корточке, а у меня голос, нет, поднимайся, поднимайся так строго, держись, держись. И думал, что сейчас, сейчас потеряю сознание, и вспоминал ваши слова, что как раз в этой немощи, когда, ну вот, в этой грань тогда Господь и милость свою подает. И вот, и крепился, обратно, поднимался, все, терпи, терпи, держи крест, а лись. И после вот этих всех волнений, вот даже сейчас рассказывают, оно согревает изнутри, прочувствовал такую теплоту, как возле Буха на голове, внутри, как, ну, такая теплота, и все, начало все проходить. Все, этот холодный пот прошел, оно обратно, и как бы вернулся, обратно, он уже начал молиться. И вот дальше уже Владыка, но он уфри позвонил и сказал, что быть более внимательным, а после этого уже они будут молиться, чтобы подать нам Духа Святаго. Что было, когда вот в этой молитве посещали какие-то мысли, я отгонял их эти мысли, старался быть в молитве. И после этого вот, как позвонил уже Владыка Ануфри, сказал, что все добре прошло, слава Богу. Я уже уставший, уже еще немножко помолились, и жена поддерживала молитвой. И с Божьей помощью вот оно так и прошло. Простите, что так долго, Владыка. И говорю, просто Бог говорил о своих чувствах. Помолитесь о мне грешно. Я хочу служить Господу. Не так, что кто-то меня заставляет. Нет. Я хочу от всего сердца служить. Просто иногда боязно, что оно ждет меня впереди. Но все надежда на Господа, на Пресвятую Богородицу. Помолитесь о нас всех. С Богом. Низкий поклон вам. Что хочу сказать, я очень рад за вас, за всех. Молю Господа Бога, чтобы Он являл посильнее свою силу. Но вы когда будете по лестнице идти, вот этой ступенечке, будут разные ситуации, потому что мы люди грешные. Мы люди мирского характера, мы жили этим мирским. Но, то есть, как сказать, ну простые, мы не знаем, вот этого для нас неведомо. Мы жили в простоте и желали Господа любить. А Господь тут призывает нас. Да куда? Он еще призывает. Отче тебя. Очень далеко. Поэтому сейчас тебе нужно все это пройти. Молит и враг нападать, и со злобой будет кидаться. А ты как солдат просто стой, мне поверено стоять. Все. И Господь тебе поможет обязательно. Помни, как принял, когда Федим прочитал молитву святой епископ над Григорием Неокисарийским. И Григорий сказал, когда ему уже сообщили, что молитва прочитана над ним, он уже не смел говорить, что я не епископ, потому что это верные архиереи прочли над ним молитву. А здесь собор, а там один был, а здесь собор целый вместе с помазанником. Поэтому вы вообще не сомневаетесь даже вообще нисколечко с этого момента воистину ты еродиакон. Вот так вот оно есть и по сути, и по духу. Это есть истина. Если Бог благословит, и кто-то встретится из архиереи, в руки на тебя возложит и вычитает так, как положено, как и было при Григории Неокисарийском. Поэтому, братья мои, давайте служите Господу и дай Бог, чтобы вас Господь довел именно до того состояния, чтобы вы научились в молитве, как бы вы ни шли только стяжать единую молитву. Что делает дивный Господь? Вот смотрите, сейчас даже непоминающие не понимают. За вот этот 100-летний целый век на багряном звере, что я хочу вам сказать? Люди сейчас, которые приходят в священство, хоть в МП, хоть непоминающие, какая разница. Они что же оттуда? Эта вся поместная церковь, она поклонилась багряному зверю в лице Сталина. А зарубежная церковь за это строгий выговор им сделала, что вы натворили вообще, откуда неслыханно было, что вся поместная церковь поклонилась зверю багряному. Поэтому сейчас и сказано, что помазанник в изгнании придет. Он не мог прийти из МП, где которые поклонились багряному зверю, понимаете? Поэтому Господь и ведет нас. Это самое дивное и славное. Он настолько дивно управляет, что сейчас вот сатана захотел... То есть вот люди начали, священники оправдываться, они говорить начали, что нет у нас никаких прещений, кругоположений. Да как нет? Врут, врут. Целый век жить на багряном звере это уже преступление. Это уже преступление. А то, что поместная церковь поклонилась багряному зверю, разве это не препятствие? Да там этих препятствий, даже личных грехов можно перечислять и перечислять у людей. Но так как не смирились и не покаялись перед Господом за это, и не открыли перед людьми, и не сказали, что вот у меня есть препятствие, но Бог призвал меня, я каюсь, простите меня. Если Господь желает, Он сам управит, как мне быть. И само это препятствие, кругоположение, это великое дело, которое Господь никогда не допускал. Никогда не допускал. Если и были какие-то серьезные нарушения, то человек, приняв рукоположение, он очень мучился, страдал какое-то время, только если потом Господь может допустить ему служить. Это очень страшные вещи, и Дух Святый здесь не переходит, не переступает законы о любви своей. Законы эти, и любовь, она и справедливость, у Господа все хватает. И вот, что бы мне хотелось вам сказать, что сатана уже руки потирал, зная, что все оправдываются, говорят, у них нету вот этих вот, как сказать, прещений никаких, там, личных грехов, которые препятствуют быть священником. Они врали все это, и через это оправдание, вранье, Господь попустил, что они Дух Святой вообще потеряли, не распознали, уже не увидели всякую ересь, и антихриста, и там все такое подобное. Куча грехов на МП тянутся, тянутся, начиная с убийства рода Романовых, они тянутся, тянутся и тянутся, то есть вот, поэтому где-то еще МП сохранялось, потому что в МП еще и были и новые мученики, и исповедники российские, поэтому за их молитв Господь хранил, за старцев, которые еще жили, и так далее. Вот, в тюрьмах мучились, которые, на них благодать очень большая хранилась. Если мы знаем, что Николай Гурьянов, он архиереем был, так он истинный архиерей был. И здесь сомневаться не приходится. Но, что бы мне хотелось сказать, что сатана, он уже лапы потирал, зная, что здесь запрещение в людей, а потом он еще взял и крещение нарушил, и все, и начал уже глумиться, и понимать, что это невозможно нас спастись. Ну, что сделал Господь? Дивный, славный наш Владыка Христос, во святей Троице славимый. Что же он сделал? Он взял, вообще на лопатки всех положил. Ведь, смотрите, я же говорю, два, то есть, первое нарушение крещения, а еще препятствие к рукоположению у многих людей есть, практически у всех. И это факт. Но, смотрите, что Господь сделал. Он как захотел нарушить крещение, совсем погубить, Господь взял и говорит, он помраченный, сатана, он не понимает. Он сейчас нарушает крещение у людей, конечно, они дават идут, он это добился своего, но в другом моменте он не понимает, не понимает именно тех вещей, он помраченный, то, что таинство крещения и таинство мира помазания, это два таинства, это не одно таинство, это два таинства. И оно не слитно между собой, и не раздельно оно между собой, понимаете? И когда человека, на человека мы руки возлагаем, те, которые у него и крещение поправляются, Дух Святый приходит, и братья, и сестры, обратите внимание, что я сейчас вам скажу, все, которые препятствуют к рукоположению, были, они исчезают, потому что, еще раз скажу, крещение смывает всякий грех, а миропомазание, это и есть неотделенное от крещения таинство, и не слитное, это как во Христе, Иисусе, две природы, божественное, человеческое, и не слитно, и не раздельно, это тайна, и именно Христос, давший нам крещение, Он сейчас и подает, на конец времени открывает помазаннику, что это такое великое миропомазание, хотя это и многими отцами до этого так же открывалось, говорилось, но не пришло время говорить о том, что же оно может чем помочь, если оно не разделенное, эти два таинства и не слитное, чем же они могут помочь, так вот здесь вот Господь и взял и положил на лопатки всех, и этих, которые сатанисты, которые крещение нарушили, а Господь взял и крещение поправил еще и нам, если у кого-то имеются, а не имеются, препятствия к рукоположению все убрал, поэтому мы сейчас воистину истинная Церковь Христова, которая по всем законам, понимаете, это ведь же по всем законам Христос правильно сделал сейчас, и мы ликуем, и мы радуемся, кто это понимает и осознает, дивный Господь воистину человека любит, нам ли сейчас, когда Господь такую милость творит, сомневаться в нем, поэтому никогда, братья и сестры, не сомневайтесь в Господе, он дивный и славный, и мы должны, не новое что-то, вот если бы я новое что-то вам в Церкви предложил, тогда знайте, все новое есть ересь, а если я вам говорю, что так угодно любви Христовой Духу Божьему, то я вам говорю, что есть в Церкви примеры этого, это было, и это было тогда еще, когда антихриста не было, поэтому, если Бог тогда давал при нечестивых императорах языческих, которые гнали, христиан и убивали, если Господь тогда давал такие хератони, тем паче при антихристе, поэтому, братья и сестры, не унижайте любовь Христову, и не хулите ее, мы должны понять, что печати стоят на границах, поэтому мы должны рукополагать людей, собирается собор архиереев Божьих, которым Господь, по сути, все поправил, и крещение поправил, и через рукавозложение снял всякое препятствие к рукоположению, ведь у нас же, понимаете, до крещения человек мог какие-то разные грехи иметь, и колдунами были, да, вот святые, а потом святыми становились уже, Киприан святой, да, вот, это до крещения, то есть крещение смывает всякий грех, понимаете, поэтому после крещения, если человек совершил какой-то грех такой смертный, он не может быть священником, поэтому сатана и радовался, понимаете, и злу радовался, вот этому, а Господь взял и ему показал, помраченный, чему ты радуешься, я детей своих всегда сохраню, и никогда они не погибнут, кто же может их из руки моей похитить, если рука владычная, крепкая, он открывает дверь, и никто не затворит, он затворяет Христос, и никто не отворит, слава тебе, Христу Богу нашему, слава тебе, аминь. Мои сестры, хотела бы поделиться своим свидетельством о руковозложении на расстоянии, что я почувствовала, что-то происходило с моим сердцем, как будто бы оно лопалось, растягивалось, так, не знаю, как это описать, такое давление было, как будто что-то не помещалось в мое сердце, и это было на протяжении всего руковозложения, даже до боли доходило, вот что-то там происходило с сердцем, только кололо, то так как будто раскалывалось напополам, постоянно вверху, это происходило вверху, в части верхней сердца, потом, когда уже все закончилось, я села посидеть немного в келье, тихо хотела посидеть, я почувствовала, что моя голова как будто бы вот вся в мяти, такая, какой-то холодок такой, сходящий, аж до затылка вниз, сердце до сих пор у меня немножко чувствуется, что-то там происходит, и я когда ложилась спать, еще у меня сердце, там как бы давление такое сильное было, и потом, когда легла, началось печенье в сердце, но такое печенье было холодное, не горячее, холодное такое печенье пекло, на следующий день, вот на утро, я чувствовала мяту еще в груди, когда молилась утренней молитвой, но и мы такое свидетельство, конечно, утром пробовали какие-то помыслы меня посетить, какие-то пробовали страхи, войти, помыслы, но я сразу же отгоняла такими мыслями, что теперь я с Богом, а Господь со мною, и ничего не страшно будет, самое главное это, что я теперь с Господом нашим, слава Богу за все. есть такой вот момент, вот она говорит, что с ней что-то с сердцем происходило, да, то есть, когда руки возлагали именно верхней части груди, это и есть то место, где в нашем сердце телесном есть еще одно сердце духовное, поэтому плотское сердце, оно то есть духовное сердце, прошу прощения, оно когда Господь приходит и начинает и боли бывают, и стеснение, и как бы разрыв сердца, для чего вот это все происходит, отцы святые говорили, что в сердце должен как бы воздух появиться, понимаете, это дух святый, поэтому вот это вот все происходит сейчас вот работа Господа происходит над сердцем, поэтому человек бывает чувствует какие-то такие вещи, причем они бывают непонятны для человека, ранее незнакомы были с этим чувством, и здесь очень важно, чтобы покормление было, не переживайте эти вещи, они для того, чтобы вы разделись потом в радости и в духе святом, Господь помогает, и сейчас после руковозложения вы сами потом будете свидетельствовать и будете говорить, я воистину теперь крещена духом святым, рецепт, если у вас не так чтобы вы дали большинство подc с